Всем большой приветик! Я сейчас еду в магазин, чтобы купить все для окрошки. Я же вчера говорила, да, что хочу сделать, вот надо обязательно кровь из носа, да, так скажем. У нас на улице жара и ветрено, вон на улице, в смысле у меня на голове, что делается, но ничего страшного. Надо очки одеть, а то солнце светит. Мне тут хорошо, они вот тут всегда лежат. Раз и взял, надо вообще мне их протереть. Короче, Коля вчера померил эти футболки, хорошо они ему понравились, ну я и знала, что понравится. Вообще, я вот у многих тоже вижу, да, что жены выписывают мужьям там что-то, ну из одежды, да, все это. Я сама, я даже не спрашиваю, вот так вот выписываю, придет, посмотрит, понравится, не понравится, не понравится, отправим назад, ничего страшного. А мужчины же они в основном не любят по магазинам ходить. Например, Коля он не очень, но если, конечно, надо, да, то, естественно, пойдем и купим. А вот так вот сейчас удобно, вот это то, что выписывать, это вообще класс. Я уже знаю, ну, знаю, естественно, его размер, да, джинсы там, кофты, все это, какой фасон он любит. Поэтому как-то выписываю, пришло, померил, не понравилось, отправили и все, без проблем. Так по магазинам, правда, раньше помню, боже, то в один магазин, то в другой, столько времени на это тратишь. Это ж только выходной получается, так как среди недели работает. А так выписал, пришло, померил, у меня дети так же тоже все выписывают. Как-то уже не знаю, давно это не делали. Ну, иногда, конечно, хочется. А я же вчера так своих джинс так и не дождалась. Сегодня, надеюсь, придут, померить надо. Все равно в магазин насчет штанов я хочу поехать, посмотри. Да у меня вообще летних море брюк, так скажем. Ну, вот именно, чтобы, знаете, вот так, когда прохладно, там, с кожаной курткой одеть такие вот, я имею в виду, широкие джинсы. Но потом, вот не знаю, под широкие джинсы это надо, мне кажется, какие-то специальные кроссовки. Ну, не то, чтобы специальные, да, если они будут закрывать, например, да, ногу полностью, то надо, мне кажется, какие-то на платформе. Но на такой платформе, такие грубые, знаете, кроссовки, таких у меня нет. Ну, так что посмотреть надо сначала, как она будет смотреться, а потом уже дальше думать, да. Ладно, пойдем в Лидл. Так, ну что, закупилась. Арбузик купила, посмотрим, какой он на вкус. Как я сейчас это все унесу, не знаю. Придется, наверное, два раза идти. Ладно, посмотрим. Сейчас как раз такая жара хочется. И что-то и сок апельсиновый, хотя редко такое пьем, я уже говорила, да. Арбуз такой, все, ягоду взяла тоже. Ну, все, еду я домой. Сейчас надо в первую очередь поставить картошку с яйцами вариться и попробовать на этой терке, да, которую я выписала. Посмотрим, как она работает. Ну, хотя много мне писали подписчиц, что хорошая штука. И место, да, не занимает, что самое главное. Кстати, я забыла морковку купить. Думала попробовать морковку по-корейски с этой, с новой теркой. Ну, вы обнаглели, слушайте, уже давно. Он красный. Что за люди? Кстати, хотела еще ответить на некоторые комментарии. Сейчас пока еду, все равно. Время есть, да, так скажем. А то бывает в атаку тоже. Когда начинаешь влог, то то, то это как-то и забываешь. Меня спрашивали, какая я мама, да, для своих сыновей, так скажем. Ну, многие пишут, да, каких вы сыновей прекрасных воспитали. Честно говоря, да. У меня сыновья прекрасны, могу это открыто сказать. Мои дети, ну, я не знаю, смотрят, не смотрят, но иногда смотрят все равно. Самой даже, да, вот все-таки уже взрослые дети такие, 29 и 25 лет моим детям, да. А то мне как-то спрашивали тоже, сколько лет. Я так пишу, да, но все равно поступают такие вопросы. Мне 47, а мужу 53. Ну, у нас разница 6 лет. Взял молодую девочку. Вот так и живем уже, 30 лет будет в этом году, представляете? Ой, ужас, время летит. Я вообще даже, знаете, иногда вот думаю, неужели у меня такие взрослые дети. Вот так вот идешь, когда со взрослыми сыновьями, да, выше тебя, которые уже такие здоровые. Они же у меня еще, ну, на спорт ходят, да. Ну, как, не то, чтобы на спорт, на фитнес, да, посещают. Ну, такие уже большие мальчики, так скажем. И так приятно, это честное слово. Вот когда у мамы именно сыновья. Ну, конечно, если дочь, то, конечно, я тоже прекрасна. Ничего не могу сказать. Ну, у меня дочерей нет, так что не могу. Ну, конечно, раньше хотела, да, думала, вдумали девочку. Ну, Коля, как говорит, когда у нас я вторым забеременела, он говорит, мальчик будет. Хотя Коля, ну, он один, да, в семье у мамы. Единственный ребенок. Она с трое, вот у меня братья, два брата. Ну, помладше меня, 43 и 35. Ну, что я могу сказать, какая я мама? Ну, я так думаю, если за себя ответить. Ну, думаю, хорошая мама. Вообще, стараюсь, да, все как-то для детей, для семьи. У меня вообще в приоритете, в первую очередь, у меня это семья. Это вот с самого начала, как мы начали вместе жить. Я уже как бы готовая была к семейной жизни, да, так скажем. Потому что дома я уже тоже рассказывала это все. Ну, вот у меня новые подписчики появились. Хочу сказать всем огромное спасибо, конечно же, кто подписался. Очень приятно. Ну, и вот иногда задают вопросы, да. Да, могу сказать, что к семейной жизни была сразу же готова. Потому что, когда я жила с родителями, да, как-то то, что у меня братик был маленький, а мама уже вышла на работу, так скажем, да. Я все делала сама дома. Я из садика, и в садик его отводила, забирала, короче, дома все делала, кушать варила. Короче, получается, женская работа была на мне. Хотя мне тогда было на тот момент, ну, может быть, лет 13-14, я имею в виду, когда мама на работу вышла. А так она в декрете была, по-моему, год или два, и сразу, ну, в то время, естественно, долго не побудешь дома, надо было работать, да, так скажем. Ну, и поэтому как-то у меня... И вообще вот всю жизнь, вот, не знаю, стараюсь, чтобы было в семье все обязательно, чтобы были дети, вот я имею в виду с детства, да, накормленные, одеты, вот. Именно что вот насчет работы, да, у меня была всегда такая работа, чтобы было до обеда, чтобы я пришла, уже дети были, ну, в смысле, я была дома, дети дома были, чтобы они у меня были под присмотром, да, чтобы всегда было кушать готово для них, обстиранные, обглаженные, да, так скажем. Ну, поэтому не знаю, я так могу сказать, если спросить их надо, кстати, какая я у вас мама, а потом вам сказать. Ну, вообще, честно говоря, да. Я, не знаю, есть, да, много таких семей, что вот я не буду никого осуждать, да, это у каждого своя жизнь, но что вот, ну, у многих я знаю, в смысле, да, кого я вот вижу, наблюдаю, да, есть, что в первую очередь от карьера, да, а дети там типа потом как-то, и дети сами по себе растут, и потом неизвестно, что с них, как говорится, получается, да. А все равно за детьми надо смотреть, особенно когда этот подростковый такой возраст, да, вот этот пупотет, как тут по-немецки говорят, да, ну, именно вот этот вот с 10 там до 15 лет, а то и дольше, да. У нас, слава богу, ничего такого не было, поэтому вот мне надо было, я хотела именно в этот момент вот тоже за детьми наблюдать, да, с кем они общаются, все это как-то было для меня очень важно, чтобы они обязательно посещали какие-то секции, чтобы были чем-то заняты, да. Ну, и вот, чтобы хорошо выучились, да, они у меня выучились на хорошие профессии, да, работают в бюро обои. Один у нас как бухальту, ну, там бухгалтерия, все вместе, короче, младший, это старший, да, а младший он работает в страховой компании. Короче, у обоих хорошая профессия, я очень рада, что они у меня выучились, получили хорошую профессию. Я вообще тоже, когда сюда в Германию приехала, да, отучилась, шпрах, курс, все это, и потом уже подала документы на бюро кауфрау, ну, тоже в бюро работать, да. Ну, и все уже, мне все было решено, все это, ну, и потом я забеременела вторым ребенком, ну, поэтому у меня это все отлегло. Ну, я, конечно, очень рада, я ничего не могу сказать, да, что там я о чем-то жалею, нет. Ни в коем случае, если бы мне даже сейчас сказали, изменила бы ты свою жизнь, вот, знаете, заново как бы что-то по-другому сделать, нет. Вот, а вообще, вот, как сюда приехали, вот, и я думаю, многие через это прошли, я имею в виду, когда я уже родила ребенка, уже отсидела, да, потом мне предложили путцалки, ну, знаете, кто в Германии живет, мне кажется, все через это прошли. В основном, вот, кого я знаю, все. Это, короче, ну, и не только у бабушек, да, вот так на дому работать, но это все официально, естественно, вначале там пробуешь, как бы, да, а потом все это оформляется официально, не знаю, мне очень нравилось вот на дому, даже вот с бабушками едешь, закупаешься с ними, общаешься, все это, потом так же, а так по профессии я швея, и швеей работала, потом работала я в аптеке тоже, ну, не фармацевтам, конечно, я же не училась здесь ни на кого, так, помогала там ферпак, он, да, вот это запаковывать тоже, потом там, ну, я там лет восемь, наверное, отработала, а потом моя шефиня начала уже там наглеть, ну, там вообще это в итоге аптека это закрылась, и оттуда уже ушли, сильно такая, знаете, так скажем, как бы нацистка, да, такая была, ну, есть такой сорт людей, да, ставят себя выше всех, да, я вообще вот терпеть такое не люблю, так скажем, я, если что, сразу в ответ, я никогда не терплю, если меня оскорбляют или что, в ютубе, конечно, есть, да, такая, сейчас такая платформа, да, все говорят все, что хочешь, да, там в лицо они не скажут, да, а тут они могут говорить все, что хочешь, ну, вот на вот это я вообще никак не реагирую, меня это не волнует, и никак меня не задевает, пусть говорят все, что хочешь, да, как говорится, в глаза все равно никто не скажет, как-то так, ну, и потом я здесь тоже ногти выучила, сделал, у меня есть сертификат, тоже какое-то время работала, вообще у меня такое вот, вот это вот сидеть на месте не могу, вот это вот шитье меня иногда добивало, вот, поэтому сейчас я стала блокером, так скажем, ну, вот с недавнего времени, да, так что как-то вот так вот, думаю, о, вот так не спонтанно, слушайте, и получился у нас, да, такой разговор, да, вот ногти тоже я одно время делала, у меня есть сертификат, все, мы с Наташей, между прочим, с моей подружкой, вот, которой мы были, да, на празднике, тоже с ней выучились, но она до сих пор делает, ну, у нее есть это, знаете, усидчивость, вот сидеть, пилить, а, кстати, когда мы делали, учились на ногти, тогда еще не было вот этих всяких электрических, да, на батарейках машинах, чтобы пилить ногти, вот этот гель спиливать, было только вручная вот эта пилочка, и это 3 или 4 часа уходило на одни ногти, я работала одно время, но потом мне это подноело, это сидеть, представляете, один за одним приходит, да, постоянно, и вот этот приходит уже с разными ногтями, да, вот это вот, и не знаю, мне это поднадоело, я это бросила, мне вообще такая, мне надо постоянно что-то новое, да, а вот блокер мне нравится, куда хочешь, туда ешь, что хочешь, что и делаешь, да, тоже зарабатываю копеечку, да, какую-то, так скажем, вообще сколько живем, не знаю, вот, всегда старалась, чтобы какая-то копейка тоже от меня была, муж у меня тоже, работает, естественно, там в Казахстане мы позаканчивали, я закончила швейное училище, три года училась, но у меня есть диплом, все, Коля закончил, механико-технологический техникум, тоже он там работал, кстати, в Казахстане я работала у Колиной маме, вам привет, она бухгалтер по профессии, и тоже было швейное, у них такое, как предприятие, она там бухгалтером работала, ну и вот, когда я уже, да, когда я закончила учиться, я одно время работала там на фабрике, кто помнит, ПНФ, да, в Казахстане, в Астане, и потом, вот, когда мы расписались, я перешла в то предприятие, как бы, такое частное, да, так скажем, вроде раньше, малое частное предприятие, там шили, и, короче, зарплата у меня была самой первой, так как свекровь была бухгалтером, так что у меня старший сын пошел в бабушку, да, с деньгами связано, я помню, когда сидела бабушка, что-то делала, и он всегда возле нее сидел, там тоже ей что-то на этих, чиркал там что-то, и она всегда говорила, будет будущий бухгалтер, вот, пожалуйста, воротит деньгами, да, так скажем, а на младшего сына, она всегда говорит, это, говорит, будущий канцлер, так что будем надеяться, что у нас будет канцлер, ладно, вроде так поболтали немножко, я остановилась, я просто думаю, чтобы это, потому что все-таки за дорогой надо следить, поедем домой, там-то была такая прямая дорога, ничего страшного, когда в зоне 30 едешь, это надо следить, короче, все, поедем делать окрошку, я не мечтаю и не могу, ладно, встретимся дома, пришла домой, все взъерожное, сейчас как посмотрела, в зеркало, короче, я принесла, представляете, заран две сумки, картошку я уже оставила в этом, в машине не стала тащить, но арбуз я взяла, короче, еле дотащила, ну, до вечера ждать не будь, такая жара, потому что, да, это в машине все испортит, так как она мне на улице, хотя могла бы в гараж поставить, пока Коля на работе, ну, тоже потом туда-сюда гонять машины, ну, то, что моя постарее машина, а у Коли новая, ну, не прям так новая, но все равно, поэтому его стоит в гараже, я прикалываюсь, говорю, ну, скоро твоя мне перейдет, ты себе новую купишь, да, Босик, а Босик ждет, кушать хочет, вот мой тоже третий сынулик, такой хороший у нас, да, да, мой золотой, надо всех любить, и будет все хорошо, да, все, показываю свою закупочку, по-быстрому, так как жарко, да, пока я везла, оно все равно немножко потаяло, тут смотрю эти сырки, уже вон один сырок, прям такой уже плоский стал, быстренько все в холодильник, так, взяла малину, голубику, клубнику не стала брать, ну, потом булочки эти, которые в тостер, да, темные, хорошие, Босику палочки, бровни такие кексы, для окрошки, вот редиска, огурец, зелень, зубные щетки, это так надо всегда, чтобы лежали на всякий случай, у меня, в смысле, Коля с сыном, они не пользуются, электро, ну, вот это электрическая, да, у меня электрическая зубная щетка, вот они такими, не хотят электричество, потом авокадо сеточку взяла, сорки два, сосиски, потом взяла три булочки, так как, если я окрошку буду делать, чтобы они, может быть, захотят с хлебом кушать, поэтому взяла, перешли, так на всякий случай, ну, потом рыбу взяла, тоже посмотрим, когда, чего буду делать, но взяла пока, потом, главное, рядом лежала с этими, с Орео, фексами, вот это вот, которые, знаете, как, ну, не подделка, так скажем, да, которые, ну, от Лидо, именно фирма, хотела Орео взять, но взяла это, ну, ладно, потом арбуз, посмотрим, какой он будет на вкус, но не знаю, сегодня, не сегодня будем, надо будет положить в холодильник, потом посмотрим, сливки, потом взяла тоже это, лимонную кислоту, не знаю, мне там холодильники посмотреть, есть, не есть, но, по-моему, была, вот я всегда в окрошку добавляю, но взяла на всякий случай, потом бананы тоже уже такие, они начали темнеть, люблю, когда чисто желтые, надеюсь, что у нас, колбаса вот тоже для окрошки, яйца, потом оливки, там греческая неделя, видать, было много чего греческого, взяла вот такие вот, тут целых 4 сорта, мелкие какие-то, надо будет попробовать, я вообще обожаю оливки, это мусорные мешки, потом йогурт тоже для этого, для окрошки, сок апельсиновый, и молоко 3,5 метра, там еще картошка осталась, вот так уже, еле дотащила арбуз, только один что стоит, вроде бы так посмотришь, ну что, да, все легкое, вот, и две сумки целых получилось, полных, кошмар, ну 60-ой я за это заплатила, апельсиновый сок, просто если вдруг кто-то будет спрашивать, почему я не беру такое сладкое, вообще сладкие напитки мы не берем, мы стараемся только воду пить, у меня также и дети, взрослые, они всегда пьют только воду, а вот так иногда вот летом, да, вот посидеть на балкончике, именно хочется иногда вот холодный, какой-то сок, а какой-то сок это только у меня апельсиновый, другие никакие я не пью, так что вот такая вот моя закупочка, буду сейчас ставить быстро яйца с картошкой, так, ну что девочки, я думала, я снимаю, чтобы показать вот эту терку, я, кажется, не нажала на кнопку, жалко, конечно, хотела вам показать, короче, классная вещь, вот, смотрите, как мелко все получилось, картошка, яйца, да, вот с ней я сделала, прелесть, короче, классная штука, всем советую, если вдруг кто-то хочет такую решеточку купить, именно вот, да, для окрошки, для оливье, жалко, хотела показать, но не получилось, ну, вот такая красота у меня получилась, пахнет, запах обалденный, ну, и буду добавлять, конечно, йогурт такой, ну, мы так любим, да, есть, конечно, множество всяких рецептов, но мы любим такой, йогурт 3,5%, вода, лимонная кислота и сметану, сейчас это все добавлю, перемешаю, ну, естественно, перец, соль, там, да, кто как по вкусу, все, моя окрошка готова, уже постояла, она у меня часик в холодильнике, сейчас буду накладывать, пойду на балкон кушать, на улице такая гора, сейчас как раз только такое, конечно, лучше бы, конечно, чтобы она подольше постояла, но можно уже, запах, обалдеть, красота, вот, белочку, сполоснуть, здесь осталось еще две картошки вареных, яйцо не стало все ложить, потому что, когда что-то лишнее, все равно не то, как-то много, не люблю тоже, чтобы густо было, жидко, вот теперь иду на балкон, взяла салфетку, ложку сразу, хлеб не хочу, что, Босик, ты тоже со мной пойдешь, ты тоже со мной пойдешь кушать, на улице так ветрено, сухо, в общем, мама говорит, на даче уже все высохло, то мокро, то сухо, не поймешь, да, эту погоду, у меня тут сына кроссовки, машинки стирала, высыхают, стоят, нитики большие, сорок третий размер, сейчас детки больше, чем у папы кроссовки, ну ладно, буду кушать, всем желаю приятного аппетита, тот, кто кушает, Босик уселся, просит опять, ну все, на этом я уже буду свое видео заканчивать, всем хочу сказать огромное спасибо, всем всего самого хорошего, и всем пока, до следующего видео, субтитры сделал DimaTorzok, ô, Субтитры создавал DimaTorzok